12 скидываю приводной ремень можно снять с ним но я компрессор кондиционера буду снимать поэтому приводной ремень скидываю что-то с натяжным роликом случилось я не могу его нормально ослабить он совсем чуть-чуть ходит я открутил верхний ролик снимая ремень вместе с роликом уронил ролик ландер скин это скину все дальше там уже после съемки двигателя будет понятно разберусь посмотрю что с ним произошло откручиваю компрессор кондиционера там три болта головка на 12 так как диффузор у меня снят сейчас один болт я могу спокойно открутить сверху отвязал 3 болта вот один был вот второй болт и третий болт сверху возле трубки когда сниму покажу его и компрессор у меня вот целиком с этим отошел с кронштейна теперь его смогу двигать единственное мне с него обязательно надо снять разъем все разъем снял вот такой вот приспособок подкатил сейчас маленько приподнимаю и отвязываю подушку сейчас коллектор не пойдет что-то придумать так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подушку снял Двигательской рубки сдернул Двигательской рубки Все-таки коллектор выпускной лучше снять Без него будет удобнее А так мне не хватает его шевельнуть Он упирается хвостом за кузов Откручиваю коллектор Открутил коллектор, вытащил и открутил шкив помпы Места до лонжерона мало Посчитал, нужно открутить Сейчас покажу на втором двигателе Я тоже снял, как там открутить, чтобы если подлазить Автомобиль я уже поднять не мог Потому что подвесил двигатель Вот коллектор Крепится пятью шпильками Ну, пятью гайками На 14 раз Первую гайку открутил накидным ключом Вот эту Эти гайки очень удобно открутить Экран сидит на четырех болтах Болтики М6 Легко открутился И также снизу открутил от блока кронштейн Два болта на 14 И все, и он спокойно снялся Помпа Тоже никаких трудностей не вызывает Три болтика М6 Головка на 10 Откручивается Сейчас сниму тут двигатель Рядом поставлю И посмотрю Здесь кое-какие вещи надо будет перекидывать Не все одинаковое Двигатель потихонечку поднимаю И бегаю вокруг Смотрю, чтобы нигде ничего не цеплялось Мешает болт шкива коленвала Откручиваю его Открутил болт шкива на 22 Вот какой он длинный Он где-то на сантиметр выступает Из-за шкива И лонжерон упирается Из-за чего я не могу Болты маховика Из-за коробки вытащить И он не дает мне поднять ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну все вроде выходит Ничего не цепляется А коллектор, да Его однозначно надо снимать Потому что вот он, он поднялся бы И уперся бы под жабо в рамку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот и все, вот так вот выглядит И еще хотел показать Здесь гидростойка Я капот откручивать не стал Взял такую палку Приспособил Капот поднял вверх И упер ее Этого хватило Вот кран И все нормально Откатываю двигатель и опускаю его Расположение у двигателя, который я снял Здесь генератор без обгонной муфты Ленивец, натяжитель Ленивец Этот ленивец умер Коленвал и помпа Здесь кондиционер Здесь дополнительно есть Вот такая вещь Непонятно что Это просто Своеобразного Как говорится, исполнения ленивец Нету Никакого Механизма Ни гидроусилителя Ничего Но при этом Генератор С обгонной муфтой Это уже Радует Не знаю То ли так оставить В таком исполнении То ли тот европеец Для чего вот это Ролик здесь Натяжитель Живой У японца Гайка Болт на 16 Был живой Но пока его везли Он закис Снимаю его И разрабатываю Также сразу Откручиваю Болт Видать На этих двигателях Натяжители Больное место Болт 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 он нажал а он обратно не возвращается если простучать наверное вернется но я стучать его не буду я его сейчас положу в масло перекинул кронштейн этот потому что тот другой и он не подходит совсем генератор оставил старый в смысле старый от нового двигателя с обгонной муфтой он тот по размерам точно такой же а еще порадовал вот такой вот дроссельную заслонку я помою с японии который двигатель пришел он с клапаном EGR вот он европейский который на нем нет клапана EGR что не может не радовать как такое допустили европейцы не знаю но это радует сейчас перекидываю дроссельную заслонку помою она грязная это вот старая со старого с родного двигателя это вот снова двиг с нового двигателя чуть-чуть почище тут такие вещи моменты перекидываю но я этого не показываю почему не показывал очень много такой ненужной воды продолжая почти 6 часов ролик в отработке у меня пролежал сейчас масло солью из него и и попробую его разработать надеюсь что будет жить видно в масле он сам вернулся на тянутое положение значит зашевелился вот и все просто ролик то есть натяжитель от кис полностью работает от начала и до конца и мягко работает сейчас разработаю его до конца вот и все еду устанавливая довольный ролик расквасил заработал они разные японский и европейский квашу этот дождь на улице поливает вот я переставил проводку показывал генератор старый оставил фильтр новый поставил датчик эгр убрал который здесь стоял поставил без датчика с заглушкой сразу поставил снизу коллектору так вот подложил его что потом не толкать ну я сейчас опускаю двигатель на улице поливает на улице поливает все вот все все вот 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 Дождь шумит. Поэтому двигатель опускаю, потом, я думаю, прекратится, дальше забыло показывать. Двигатель я опустил, но на месте он еще не стоит. На коробку я его не прижал, но маховик за край уже зашел. И пока он ниже не опустился, я одел шкив на помпу и наживил его. И также сразу накидываю коллектор на место. Все, коллектор накинул, наживляю его тоже. Одну гайку наживил, никуда он уже не денется. Теперь опускаю дальше и прижимаю уже его к коробке. Видно, двигатель к коробке прижался. Я три болта, которые сверху смог долезть, долез, наживил. Два на стартер. А, четыре болта получается. Два на стартер, один спереди и один сзади двигателя. Так же, чтобы у меня коллектор не бегал, я его отсюда добрался, болты наживил на приемную трубу. Ну, теперь я могу опускать двигатель, но чтобы опустить, мне надо подушку поставить. Сейчас подгоняю подушку. Отлично, наживляю ее. Отлично. Отлично.